Хороша ночная прогулка. Особенно она когда вдали от цивилизации. Еще, когда ночью гулять по лесу, это такое, такая. Кто там? Здесь есть кто? Друзья, привет! Нас уже 100 тысяч, 100 подписчиков. И сегодня вечером в честь этого я приготовлю кролика. Наконец-то я приготовлю в сметане. Вообще, по идее, все почему-то говорят, вот кролика надо тушить в сметане, запекать. А у меня как-то все время кроликов вожу уже второй год где-то и никак не получается мне сделать кроликов в сметане. Наконец-то в честь 100 подписчиков я наконец-то сделаю кроликов в сметане, в духовке, в печи. Ну так как это все будет делаться не быстро, видео это загрузить, скорее вы его увидите или поздно ночью. Или рано утром, ваш покорный слуга, еще раз всем спасибо, кто подписался и подписывайтесь, кто еще не подписался. Погнали! Ну что, начнем заниматься соусом для кроликов. Для этого берем сметанку, которая хреново открывается. Положим туда, то есть положим туда. Вот так. Теперь берем чесночок, покрошим его. Процесс чистки я не показывал. Чем меньше, тем лучше. Ну, желательно через чеснок довилку, но мы его куда-то, как всегда, потеряли. Почему чеснок желтый? Просто он не чистит в губы. А если быть честным, чеснок желтый, потому что он с прошлого года хранился, свойский хранился в специальной емкости. Желтый это сам сок чеснока. Свойский чесночок. Ну вот, приблизительно, вот так вот мы его покрошим. И теперь все это положим, правильно говорится. Вот сюда. Потом добавим сюда соль, красный перец. Немножечко. Чуть-чуть имбиря. Имбиря. И чуть-чуть перца черного. Еще добавим свеженького перца, букет. Слегка, чтобы он давал аромат. Ложечку столовую сахарка. Пол ложечки соли. Немножко подсолнечного масла и будем все перемешивать. Все. Лично я делаю так. Сейчас перемешаем. И дадим настояться. На вкус он должен быть немножко сладковатый. Но можно добавить соевый соус. Так как мы его оставили в машине, а идти туда далеко, будем делать это без соевого соуса. Все. Эти мы будем поливать сверху кролика. Так кролика я буду запекать не целый, а какую-то вот часть с картофелем. Мы его порежем сейчас. Будем укладывать на поддон. И потом все закинуть в печку. Правильно? Многие жалуются на кролика, что некоторым не нравится, точнее, запах кролика. Чтобы запаха не было, кто не любит запах кролика, желательно его замочить в воде. Чем больше, тем лучше. Так у него полностью исчезает запах. Уже проверено. Так, сейчас мы нарежем его. Ну, на какие-то там четверть. Так, начнем. Вот так вот нам достаточно. Режем по суставам. По суставам нарежется прекрасно. Главное попасть. Мы иногда не попадаем. Дальше. Вот эта часть, видите, сена. И потом все промоем. Вот, вот так. Кстати, вот суставам. Отлично режется. Так, я не специалист по риску кролика, так что не обессудьте. Так, вот тут вот так тоже по суставу. Вот, сустав. И вот эту часть мы разрежем на три части. Часть на три части, вот я сказал. Это у нас, это у нас, вот, как говорится, как она называется. Верхняя часть кроликов. Где ребрышки. Сейчас мы... О! Раз. Так, как и лучше. Давайте вот так и сделали. Вот так. Желательно вдоль, чтобы не было осколков костей. И вот так. Вот так получилось у нас. Ну, вот эту шею, я думаю, смысла нет. Отдадим ее Мухтару. Так, теперь у нас картошечек. Картошечку мы будем нарезать не сильно мелко или не сильно крупно. А точнее вот так. Раз. Два. Пойдет. Пойдет. Так, наш специальный печной поддон, поддон, кротвий. Начнем выкладывать. Классно. Наш королюшка. Классно. И картофанчик. По краям. Почему по краям? Потому что я так захотел. Получился у нас уже не по краям. Так, чтобы картошка у нас не подгорела. Сверху немножко подсолнечного масла. Сверху немножко подсолнечного маслица. Немного воды, чтобы сперва все выпырилось. И накрываем все фольгой. Угу. 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 И сейчас все это мы запулим в печку. И оставим часа на три как минимум. Поехали. Так, закидываем. Оба. Все, ребята. Оставляем на два часа, на два с половиной. Поехали. Так, друзья. Прошло где-то час двадцать. Не было у меня, неудобно было снять. Я достаю с печки. Достаю первый раз. Не знаю, что получилось. Еще косяк такой был. Я забыл посолить картофель. Так, сейчас я фольгу убираю. Вот она, картошечка наша. И сейчас мы так в печку положим. Вот так вот. Картошка уже подварилась. Кровик тоже. Сейчас мы чуть-чуть подсолим картошечку. Польем ее сахарным сиропом. И поставим на полчаса. И будет все готово. Кстати, все получилось изумительно. Вот, посмотрите, сколько... Вроде кролик, да? А смотрите, сколько жира выделилось. Так, все, теперь оставляем еще томиться. Ну, так как печка у нас уже потухла, я думаю, еще на час оставить. Так, вот, смотрите. Картошка, в принципе, вот сварилась, но она не соленая. Кстати, друзья, у кого я решил тут немножко поизвращаться, сметану смешал с медом и с топленым сливочным маслом. Застывшим. Сейчас я это все полью. Сейчас я хорошенько все размешаю. Это мед со сметаной. И все полью. Перед этим я картошку посолил. Здесь все пойдет по фэншую. Мед придаст такой карамельный цвет картошечки. Я люблю, чтобы чуть-чуть было сладенько. Вот так прям, слегонечко. Слегонечко вот так вот берем. Окрапляем. Сметанку с топленым маслицем и с медом. Такой рецепт вам никто не скажет. Потому что этот рецепт мой первый. А почему я так уверенно лью вот это все мероприятие? Потому что я уже делал наподобие такой вещи. И поэтому у нас все получится супер. Все. Мед, кстати. Смотрите. Это все. Вот я масло немножко лил от солнечного. Это все жир от кролика. Вы представляете? Все. Оставляем еще на полчаса. Лучше начаться. Друзья, чуть-чуть я, чуть прям проворонил. Но тут ничего страшного нет. Картошечка вся целенькая. Подрумянилась. Вот она так выглядит. Вот она. Ну что. Давайте положим на тарелку. Попробуем. Пытаемся попробовать. Так. Начнем. Картошечек. Ну-ка. За 100 подписчиков. Ну-ка, попробуем мясо. Рассыпается. М-м-м. М-м-м. Ну-ка. Смотрите. У-у. И отделяется. Божественно. Не зря в печи это все ну, чуть-чуть подгорело. Не зря это все в печи томилось. Ну, естественно, то, что чуть-чуть вот это подгорело, я не могу контролировать температуру в печи. Так что вот так произошло. Друзья, подписывайтесь на канал. Будет много интересного. ПОДПИСЫВАЮЩИЯ 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 ПОДПИСЫВАЮЩИЯ